Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помимо 200 тысяч отличных запчастей, которые мы бережно привезли именно для вас из Европы, в «АвтоСтронг-М» есть литые и штампованные диски, на которые вы можете поставить ваш комплект зимних шин. Так что обязательно звоните в «АвтоСтронг-М». Ну а прямо сейчас, в первый раз в наших разборках появится коробка-робот для французских автомобилей Peugeot и Citroёn. Итак, встречаем коробку EGS. В 2006 году на автомобилях Peugeot и Citroёn появилась новая роботизированная трансмиссия EGS. Это аббревиатура Electronic GeoShift – электронное переключение передач. Это обычный робот, шестиступенчатая МКПП двухвальная с автоматикой. Автоматика управляет однодисковым сцеплением и переключением передач. Данный робот работал в паре с двигателями 1.6 HDI, 2.0 HDI, также с бензиновым двухлитровым мотором и позднее со всем известным турбированным 1.6 EP6. Данную трансмиссию получили автомобили Citroёn C3, C4, C5, минивэны Picasso, Berlingo, также Citroёn DS3, DS5 и, естественно, практически весь модельный ряд Peugeot. Это 207, 208, 308, 3008, 5008, 508, RC-Z и партнер. Трансмиссия EGS имеет три варианта передаточных чисел. У моторов 1.6 HDI и 2.0 HDI передаточные числа абсолютно одинаковые. А вот у бензиновых двигателей 1.6 и 2.0 передаточные числа разные. Обозначение данной коробки находится снизу на картере на наклейке возле бачка с гидравлической жидкостью. Но в данном случае обозначение не уцелело. При покупке надо обязательно учитывать, с какой машины была снята эта коробка, потому что передаточные числа отличаются, но не сильно. В «АвтоСтронге» мы всегда знаем, с каких машин мы снимаем коробки. В данной трансмиссии используются два типа масла. Шестерни и валы смазываются минералкой вязкостью 75V80. А вот в сервоприводе используется полусинтетическое масло. Заливной объем 1 литр. Это масло выпускает буквально пару фирм и стоит оно недорого. Масло для шестерен и валов меняется на раз-два. Снизу сливная пробка, сверху заливная. Вот эта пробка сообщается с атмосферой. Для замены масла в гидроприводе надо использовать диагностическое ПО для соблюдения обязательных процедур. Как уже и говорили, сервопривод работает с объемом масла 1 литр. При замене масла удается слить пол-литра. Но так как масло недорогое и процедура его замены простая, то владельцы делают сразу две замены масла, чтобы максимально разбавить новое масло со старым. Что можно сказать о надежности данного робота? Назло конкурентам он получился надежным, хорошо настроен и бодро переключает передачи. Многие проблемы можно решить с заменой масла в сервоприводе. Производитель не регламентирует эту замену, но упоминает, что надо следить за уровнем. Поэтому проблемы с переключением передач, а именно толчки, откровенные удары, как будто бросили педаль сцепления, может решить замена масла. Также плавное переключение передач можно восстановить в ходе процедуры инициализации, в ходе которой адаптируется точка касания сцепления. Данная трансмиссия очень хорошо диагностируется. Практически по каждой проблеме выскакивает соответствующая ошибка. Ну а главная проблема этого робота в том, что очень мало специалистов для его обслуживания и ремонта. И сегодня мы постараемся рассказать о всех проблемах, которые случаются с данной трансмиссией. Ну а вообще в этой трансмиссии главная проблема в том, что не меняют владельцы в ней масла. Производитель этого не предусматривает, что здесь, что здесь. Ну а менять масло надо. Ну а сегодня раскидывать вот этот карабас нам поможет. Как вы думаете, кто? Да, Серега, встречаем. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. Вот мы отделили гидравлическую часть от механической. Что мы здесь видим? Вот это сервопривод, это блок управления. Вот это вилки для переключения передач. Вот это гидроаккумулятор, резервуар для масла и маслонасос. Гидравлический привод очень чувствителен к уровню масла. Его уровень может снизиться из-за утечки в выжимном подшипнике, в гидравлической линии, также по датчику давления масла и даже по отверстию маслозаливной горловины. В этом случае, прежде всего, страдает электрический гидронасос. Он начинает работать практически постоянно, с большой нагрузкой, перегревается и выходит из строя. В таком случае робот не может включить нужную передачу, остается на нейтральной. Коробка может начать работать после перезапуска мотора, но в таком случае все равно лучше ехать на эвакуаторе, потому что эксплуатация данной коробки с недостаточным уровнем гидравлической жидкости приводит к гибели гидроблока и электромотора. Электромотор можно восстановить, если в нем удачно износились угольные щетки, либо же перемотать сгоревший якорь. Вообще, работоспособность данной трансмиссии можно восстановить доливкой масла. В конструкции данного робота есть вот такой гидроаккумулятор-ресивер. Если есть какие-то проблемы с давлением в гидравлической системе, то его надо смотреть в последнюю очередь, потому что на практике проблем с ним не случается. Это ЭБУ. Это контактная группа соленоиды и датчик давления. Возможен выход из строя ЭБУ из-за попадания влаги на контакты. Вообще, по заводу влага ему не грозит. Но если разъемы неудачно снимались, уплотнитель был потерян, то тогда влага попадает на пины и блок управления начинает сыпать разнообразными ошибками. Вообще, иногда помогает просто высушить этот блок, чтобы ввести его в рабочее состояние. Также многие неполадки в работе этой трансмиссии связаны с электропроводкой под капотом, потерей контактов, а также неисправностью тормозной системы. Данная коробка может уйти в аварийный режим из-за поломки или отсутствия питания на концевике педали тормоза, а также из-за отсутствия сигналов с датчиков ОБС. И еще в каждом разъеме должна быть консистентная диэлектрическая смазка. Иначе в коробке заведется полтергейст и вы не будете знать, от чего ее лечить. Ну и на сухую это плохо. В гидроблоке есть датчик давления масла. Иногда он выходит из строя и, как правило, электронасос начинает работать чаще и с перегрузкой. При этом фиксируется ошибка по недостаточному давлению масла и коробка перестает переключать передачи. Вычислить неисправный датчик можно только лишь сравнив фактическое и измеренное датчиком давление. Иногда робот EGS может зависнуть на какой-то передаче и не переключаться на другие. В этом случае виноваты датчики положения вилок переключения передач. Ну а окончательно определить виновника поможет зафиксированная ошибка. Как же переключаются передачи? В этот гидравлический блок жидкость поддается под давлением, а соленоиды распределяют эту жидкость к нужной вилке и переключается нужная передача. А вот по этому шлангу поддается гидравлическая жидкость к выжимному подшипнику. Иногда робот EGS течет гидравлической жидкостью из-за износа одного из гидроклапанов. Эта даже может появиться лужа под машиной. В результате, чтобы решить эту проблему, надо менять гидроблок на новый либо БУ. Робот EGS может перестать включать передачи и остаться на нейтральной. Проблема может быть в датчике положения выжимного подшипника. Появляется соответствующая ошибка. Проблема может быть с самим датчиком, в проводке к нему, а также в разъеме. Сам датчик идет одной деталью с выжимным подшипником. Стоимость 115-130 долларов. Надо брать от хорошего производителя либо оригинальный, потому что неоригинальные ходят достаточно мало. Обратите внимание, что конструктив выжимного подшипника очень простой, практически такой же, как на обычной МКПП с гидровыжимом. Только добавлен датчик. Вскрыли коробку и здесь мы видим первичный вал, вторичный вал и вал задней передачи. Пары передач здесь располагаются по порядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сразу видим изношенный задний подшипник вторичного вала и неприличное количество стружки на магните. Сняли валы и сразу же видим проблему. Износ переднего подшипника вторичного вала. Обычно эта проблема происходит на 150 тысяч километров. Это распространенная проблема в данных коробках и в основном их разбирают для замены этих подшипников. Бытует мнение, что износ подшипников происходит из-за дефлектора. То есть дефлектор деформируется, и масло в достаточном объеме не достигает подшипника. Но в данном случае, в нашем случае, дефлектор в полном порядке, а износ только-только начался. Делаем вывод, что проблема в масле. Поэтому не скупитесь на копеечную операцию по замене масла. И тогда эта коробка будет служить намного дольше. Замена подшипников несложная. Они доступны единым ремкомплектом из 10 деталей, либо же по отдельности. Еще немножко пощупали и обнаружили, что состояние заднего подшипника первичного вала далеко от нормы. Ну что, разборка закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссии EGS достаточно надежные. На ремонт ко мне не попадали. Попадали только с проблемой по замене комплекта сцепления. Рекомендации по ней – это замена масла в двух контурах. Если же не менять, получается тот же вариант, что мы увидели. Merci beaucoup. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».